Здравствуйте! 10 мая. Мы с вами находимся на лугу возле реки. И здесь тоже много интересного. Как на лужку разрослась будра плечевидная. Она здесь очень миленькая, но рясная. А что мы с нее хотим после такой засухи? Музыка. Музыка. Будра имеет очень много полезных свойств. В том числе из нее вкусный чай. После ферментации желательно. Я возьму, как говорится, на пробу. Музыка. Музыка. А в этом месте среди кротовых рытвин появилось много хвоща полевого. Говорят, что его нераскрытые галунки очень вкусны в кляре. Вот. Нераскрытая. Эта расслоилась. Не знаю, она подойдет нам или нет. Вот такая подойдет. Музыка. 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 Поищем еще. Музыка. Музыка. Ну, нет. Это мне не особо нравится. Музыка. Музыка. Найду еще пару штуки. Попробовать нам хватит. Музыка. если понравится будем рекомендовать а вот это вот хорошее поближе к реке встречаются вот такие вот заросли цветет молодая осинка роняет пушистые сережки а под дикой грушей разрослась земляника плоды она вряд ли будет здесь давать слишком затенено некоторые кустики цветут может пару ягодок и появится чай с ее листьев очень ароматный соберем выборочно чтобы кустики не повредить наверное что-то из яснотковых яснотковых вот там вот у нас плавнее нашей реки уборть а здесь как бы на бережку растет дикий щавель щавель еще маленький чтобы его насобирать нужно сильно потрудиться и большое терпение терпение мне хватило не насильно думаю целесообразнее сюда приехать когда щавель подрастет приступаем к приготовлению хвоща полевого вот эти вот пестики муку яйцо так обратно муку вот уже три штучки так пробуем эти хрустики до куст рыбы чувствуется еще отдает травой и есть некоторая горчинка принципе съедобно